Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Галина Алишина. Я доцент факультета исторических и политических наук. И как и вы, последние несколько недель я героически сражаюсь на полях дистанционного обучения. И сегодня я хочу поделиться с вами отличным инструментом для создания видео-лекций. Сейчас мы все с вами озабочены тем, как создать хороший контент для наших любимых студентов и при этом сделать это нужно быстро. Например, если бы мы работали в прежнем режиме, у меня была бы нагрузка 16 пар в неделю. Поверьте, перевести такой объем работы на дистанционный режим – это та еще задачка. Поэтому я просто не могу себе позволить тратить много времени на создание каких-то образовательных продуктов. Но при этом мне хочется, чтобы мои образовательные продукты были хороши. Именно поэтому я хочу вам рассказать о веб-сервисе Prezi.com и его новых возможностях, которые позволяют быстро и эффектно записать видео-лекцию. Сначала я хочу познакомить вас с самим веб-сервисом. Если кто-то уже хорошо знаком с ним, то можете просто промотать немножечко вперед. Если же вы с ним еще не сталкивались, то давайте расскажем. Prezi.com – это веб-сервис, доступный онлайн. И создан он был для того, чтобы делать интерактивные презентации. Однако сейчас веб-функционал заметно расширился. Я хочу выделить положительные стороны, которые явно радуют пользователей этого ресурса, и некоторые стороны, которые немножечко огорчают или эту радость омрачают. Что радует? Во-первых, на Prezi.com можно войти через Google-аккаунт. И я рекомендую при регистрации использовать тот Google-аккаунт, который привязан к Томскому государственному университету. Это позволит вам получить некоторые поблажки, поскольку вы представитель образовательного учреждения. Часть опций на Prezi бесплатна. Там полно разнообразных шаблонов интерактивных презентаций. Если вы не считаете себя дизайнером, я вот не считаю, то можно воспользоваться шаблоном. Его можно изменить, чтобы он стал не похож на все остальные. Можно осуществлять работу над презентацией в режиме совместного доступа. Также есть приложение для смартфона. Это, безусловно, делает Prezi очень удобным онлайн-сервисом. Однако есть небольшие неприятности. В бесплатной версии нельзя выгрузить файл с презентацией, но можно дать на него ссылку. Пользователь пройдет по ссылке и увидит вашу красивую интерактивную презентацию, где все замечательно бегает, переходит, переливается и выглядит очень круто. Кроме того, пока, я правда не знаю, надолго ли, но можно выгружать видеофайлы. Поэтому, скорее, пользуйтесь этой возможностью. Еще для работы в Prezi нужен довольно бодрый интернет и относительно современный персональный компьютер. Мой старенький ноутбук пока еще справляется с этой нагрузкой, но с большим трудом. И еще небольшая неприятность, хотя кто-то, возможно, этого даже и не заметит, интерфейс только на иностранном языке. Но скажу сразу, даже если вы не очень ладитесь с иностранным языком, интуитивно интерфейс понятен. Ну а теперь про новые возможности. Что появилось новенького и замечательного? Во-первых, в Prezi можно делать простое видео. Вы сейчас как раз его и наблюдаете. Простое видео означает, что можно при помощи веб-камеры снимать докладчика и также делать смену слайдов. Есть в Prezi и возможность видеоконференции. Если вы устали от Zoom или Discord, добро пожаловать в еще один замечательный сервис. Можно также, как написано в описании, при помощи отдельного сервиса оживить ваши прежние презентации, созданные в PowerPoint. Имейте в виду, что для видеоконференции и оживления PowerPoint потребуется установка дополнительного программного обеспечения на ваш компьютер. И есть еще одна опция, которая называется «Для продвинутых». Я пока ею не пользовалась, но выглядит очень круто. Это не только возможность снимать докладчика веб-камерой, как в простом видео, и менять слайды, как сделано у меня сейчас. Это возможность сопроводить докладчика по-настоящему интерактивной презентацией. Там тоже полно шаблонов для того, чтобы это сделать. Кстати, если вы хотите записать видео лекцию, но пока вам страшно знакомиться с Prezi.com, это можно сделать и при помощи старого доброго PowerPoint. Удивило? На самом деле не все знают, что PowerPoint тоже позволяет прямо там, внутри программки, записывать видео лекции, когда через веб-камеру снимается докладчик, его видно в уголочке, и происходит смена слайдов. Если вы хотите узнать, как это делается, можете связаться со мной, написать в ВКонтакте, либо по электронной почте. Я с радостью поделюсь этим знанием. Ну и в завершение хочу сказать, держитесь, коллеги. Я уверена, что в нашем университете самые лучшие преподаватели, которые могут все. И они сделают все возможное, чтобы наше образование нисколько не пострадало от перехода в новый режим. Ну а я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok